Добрый день, друзья! Меня зовут Екатерина Романенко. Для тех, кто впервые на нашем канале, напомню или расскажу, я на рынке недвижимости с 2006 года. Пережили все мысли и немыслимые кризисы. В общем-то, как работаю с разными делками недвижимости, уж точно знаю. Работаю не только как риэлтор, как практикующий юрист именно с профилем, со своим, да, сделки с недвижимостью с 2006 года, но и также как руководитель компании Центра недвижимости Компромисс. В связи с наболевшими обстоятельствами на рынке недвижимости, с выдачей сертификатов гражданам, переселяющихся с Херсонской области, с Херсона, вот назрело такое видео, в котором необходимо дать разъяснение, пояснение, что же нам все-таки делать, как быть, как приобретать недвижимость по сертификатам. Сразу хочу рассказать, ну, общие какие-то сведения про сертификат. А сертификаты выдаются не в первый раз. На рынке недвижимости в разные периоды времени появлялись сертификаты, абсолютно выдающиеся разным категориям граждан. Это были военнослужащие, это были чернобыльские сертификаты ликвидаторам, это были зоны переселения, там, где чернобыльская зона, были сертификаты на улучшение жилищных условий, на развитие сельской местности. В общем, огромное количество сертификатов социальной поддержки выдавалось нашим гражданам. Те сертификаты, которые сейчас выдаются жителям Херсона, они, по сути, особо ничем не отличаются. Поэтому те риелторы из нас, кто давно на рынке недвижимости находится, мы точно знаем, как с ними работать. Безусловно, есть определенные моменты, которые нужно учитывать, относящиеся именно к этим сертификатам. Я про них вам расскажу. В целом, требования к объектам недвижимости, к порядку регистрации, ну, вот, всем моментам, связанным с перечислением денег, там ничего не будет меняться, там все происходит, как обычно. Поэтому, если вы планируете работать с агентом, с агентством, с компанией, выбирайте для себя специалиста. У нас на рынке Краснодарского края много хороших проверенных компаний, хороших риелторов, по рекомендациям, возможно, куда-то будете обращаться. То есть, вам для понимания, что риелорское сообщество города Краснодара и Краснодарского края, вот, кто работает достаточно давно, мы точно знаем, как работать с сертификатами. Итак, что такое сертификат? Это документ, в котором вам выдается право на приобретение определенной площади, жилой площади на территории определенной местности. Если вы получаете данный сертификат с приобретением по Краснодарскому краю, в сертификате, у вас это прямо прописано, то вы можете за этот сертификат, на этот сертификат, на сумму, которая в нем указана, приобрести жилье по Краснодарскому краю. В Ростовской области, в Челябинской области, да, там, в Ставропольский край даются сертификаты. По этому сертификату там вы не приобретете. Вы можете купить в Краснодарском крае, продать жилье и приобрести в другом месте Российской Федерации, где вам понравится. Но по сертификату, в котором написано «Краснодарский край – место выдачи и место приобретения объекта в другом регионе», объект приобрести нельзя. Это важно. И эти вопросы уже прямо задаются и по телефону, и в чатах вы пишете. С этим, надеюсь, разобрались. Где можно купить еще раз? В Краснодарском крае, если у вас место приобретения выдано Краснодарский край. Сразу коснусь вопроса Адыгея и Новая Адыгея. Краснодарский край – он вот такой, да, он огромный, это почти отдельная республика. Но в составе Краснодарского края, внутри Краснодарского края, географически на карте сидит субъект Российской Федерации. Это отдельный субъект – Адыгея. Есть такое понятие у нас, как Новая Адыгея, которая находится через реку Кубань напротив Краснодара. Но она не имеет никакого отношения к Краснодарскому краю. Поэтому объекты, которые находятся на территории Республики Адыгея, а Новая Адыгея относится туда же, несмотря на то, что на противоположном берегу реки Кубань, мы не можем там реализовать ваши сертификаты, приобрести вам там недвижимое имущество. Только через покупку в Краснодаре, либо в крае, через продажу, и тогда покупаем, где хотим. Это важный момент. Следующий момент – это норма площади. Вам выдаются сертификаты на состав семьи. Давайте здесь разберемся, что для государства означает состав семьи. Потому что прилетают такие вопросы, что вот мы взрослые родители, у нас есть дочь, у дочери есть свой ребенок, она не замужем. Нам дали два разных сертификата на две меньшие суммы, как один плюс один, как на двоих человек. А нам нужно, чтобы мы жили все вместе. Это все понятно, но для гражданского законодательства семья у нас считается, и состав членов семьи несколько иначе, чем мы представляем себе в бытовом порядке. Поэтому, если вы семья, взрослые родители, у вас есть взрослые совершеннолетние дети, у которых есть свои дети, вот как только у ваших детей появились свои собственные дети, отсутствует муж, отсутствует жена, но вот состав семьи уже отдельный. Ваша дочь плюс ее ребенок, или ваш сын плюс его ребенок. Это все отдельная семья и отдельный сертификат на двоих. И на вас, как на родителей, также будет выдан отдельный сертификат на двоих. Поэтому вам приобретать нужно два жилья, а потом уже решать, как их соединять в одно. Но для того, чтобы деньги были перечислены, жилья должно быть куплено два. Как будем считать норму площади? Расчетная норма площади по сертификатам и по постановлению администрации Краснодарского края 749, мы все на него ссылаемся, у нас учетная норма площади 33 метра и 42 квадратных метра на двоих, и 33 на одного. Но это норма расчетной площади. У нас были просто вот целую неделю, да, такие, все по-разному читаем закон. Но, наконец-таки, сегодня пришли все к единому мнению, пониманию нашего закона, и ответственно можем заявить, что считаем норму площади, не исходя из расчетной, а норму площади на город Краснодар, либо на Краснодарский край. Все, у кого есть сертификаты, вы хорошо ориентируетесь уже по сайту, который оказывает помощь в поддержке владельцев этих сертификатов. И там есть таблица нормы учетной площади и нормы предоставляемой площади. Так вот, вот эти 33 метра – это предоставляемая норма на Краснодар. И, исходя из этой площади, 33 и 42 квадратных метра и так далее на семьи, вам выделены бюджеты на приобретение жилья. Но у нас есть учетная норма площади. Поэтому, если вы состав семьи один человек, а сертификат выдано одного человека, то необязательно приобретать не менее 33 квадратных метров. Вы можете приобрести жилье площадью от 18 квадратных метров и выше по городу Краснодару. Если вы будете рассматривать другие города Краснодарского края – Абинск, Темрюк, Сочи, Адлер, будем перечислять туда бесконечности, или Тимошевск, Белореченск, вы опять же смотрите в эту табличку, в перечень, у вас есть норма площади, а есть учетная норма площади. Вот мы ориентируемся по второму столбику, по учетной норме площади. Вот это будет ваша минимальная площадь. На одного человека 18 квадратных метров по Краснодару. Если у вас состав семьи 2 человека, то к этим 18 квадратным метрам необходимо прибавить 10 квадратных метров на второго члена семьи. Поэтому минимальная площадь для сертификата на 2 человек – не 42 квадратных метра, как заявлено в постановлении на выделение этого сертификата, а на приобретение у вас будет минимум – это 28 квадратных метров. Соответственно, если вам выдать сертификат на 3 человек, то это будет 18 на 1 и плюс последующий, каждый плюс 10. Соответственно, это минимум 38 квадратных метров. Ну и так далее. Мы рассчитываем те квадратные метры, которые вы должны приобрести по сертификату. Если вопрос этот возникнет у кого-то еще, напишите в комментариях. Оперативно ответим еще в письменном виде. Но еще раз повторюсь, ориентируемся не на расчетную площадь 33 и 42 квадратных метра. Ориентируемся на 18 квадратных метров на 1 плюс 10 квадратных метров на каждого последующего члена семьи, указанного в сертификате. Следующий вопрос, который я себе отметила – это срок действия сертификата. Это важный вопрос именно для ваших сертификатов, потому что бывают сертификаты, которые подлежат продлению. Сертификаты вам, которые выданы, не подлежат продлению, они подлежат прекращению действия, и необходимо подать заново документы на возобновление и получение нового сертификата. Поэтому срок, который указан в постановлении – 3 месяца, означает следующее, что вы в течение 3 месяцев должны заключить договор купли-продажи со своим собственником, со своим продавцом недвижимости. И не просто его заключить, подписать на бумажке в виде предварительного договора, просто с собственником договориться. Вы обязаны эти документы сдать обязательно на регистрацию в МФЦ, для того, чтобы началась сделка. А вот как только будут у вас документы поданы на регистрацию в МФЦ, это будет считаться датой поступления документов на государственную регистрацию. И это нужно сделать в течение 3 месяцев с датой выдачи вашего сертификата. Можно в последний день. Вот выдали его сегодня у нас 14 ноября. Мы отсчитали, 14 декабря получается, да, то есть вот по 13 декабря желательно, включительно, потому что с 14 по 14 этого будет прямо крайний день. Вот мы должны сдать документы на регистрацию в МФЦ, и опись у вас должна быть МФЦ о подаче документов на регистрацию не позднее 1 месяца с даты выдачи сертификата. Это тоже очень важный момент, потому что подписать договор купли-продажи и подать документы в МФЦ – это две разные вещи. Иногда бывает так, что подписывается предварительный договор, и кто-то, может быть, сочтет это уже, что он квартиру купил. Нет, до тех пор, пока ваш собственник и вы не подали документы на регистрацию в МФЦ, либо не сдали на регистрацию к нотариусу, такой вариант тоже возможен, это будет считаться незаключенной сделкой, будем так говорить. Следующий момент – переоформление сертификата. Если вдруг по какой-то причине в течение трех месяцев вы не успели подать документы на регистрацию сделки, ну, не успели, так случилось, или не выбрали себе объект, то тогда необходимо подать документы заново в МФЦ, тот же перечень и список, который вы подавали изначально при получении первого сертификата. Ну, и, соответственно, пройти процедуру, все тоже заново обновить этот сертификат и получить, опять же, его срок действия на три месяца. Ну, я надеюсь, что все, кто получил сейчас сертификат, стремятся и найти жилье как можно быстрее, да, а мы тут стараемся как можно быстрее этот вопрос вам помочь решить, будем успевать в нужные нам сроки. Так, пятый момент, который я для себя отметила – на кого нужно приобрести объект недвижимости. Ну, если у вас состав семьи один человек, соответственно, вы должны приобрести объект именно на себя. Если вы получатель сертификата, а у вас в членах семьи не прочерк стоит, а указаны имена и фамилии, то вы обязаны приобрести сертификат в равных долях на всех членов своей семьи, включая несовершеннолетних детей. Доли должны быть у всех одинаковые, все, кто указан в сертификате, тоже. Пояснила. Следующий момент. Задаете часто вопросы, вот опять же, да, вернусь к самому началу, к членам семьи. Вот две семьи в рамках одной семьи, два сертификата, хотим объединить. Друзья, два сертификата в один объединить нельзя. А вот если вы получили сертификат на большую семью в большую сумме, то на них можно купить два жилья. Да, вот это, ну, самый простой, наверное, момент, который все разобрались. То есть, еще раз, на один сертификат можно купить несколько объектов недвижимости в разных локациях, в разных местах Краснодарского края. А вот объединить два сертификата нельзя. Можно на один купить, потом ее быстро продать, а потом уже оттуда взять деньги, добавить к своей. Ну и вот как-то там прокрутиться, подумать, как это сделать, чтобы купить одно большое жилье. Ну, это как вариант. Также, как это сделать, мы можем помочь, все рассказать и подсказать, и ускорить этот процесс. Если нужно одно большое жилье, сертификаты у вас два. Так, сертификаты по моментам, где можно купить, норма площади, как считать, срок действия сертификата, переоформление, на кого купить, объединить сертификаты, разделить сертификаты, члены семьи. По этим важным вопросам я с вами прошлась. Если будут какие-то вопросы возникать, кроме того, что я проговорила, вы, пожалуйста, пишите в комментариях. Мы постараемся оперативно ответить после того, как подтвердим информацию на правовых там каких-то ресурсах, да, чтобы она была актуальная. Дальше, что хочу рассказать по объекту недвижимости. Какой объект можно купить? Ну, и коротко расскажу, где можно купить, потому что где можно купить и лучше купить. Уже написала статью, много чего рассказала. Кто читает мои каналы, уверена, что этой информацией владеете. Но какие-то моменты повторюсь. Значит, какой объект приобретаем? Обязательно должны купить объект вторичного жилья, не первичный по договору уступки, не застройщика по ДДУ, по договору долевого участия. Это должен быть объект по договору купли-продажи. Будет он в предчастовой отделке, будет он с ремонтом. Это право решения, вот это решение будете принимать вы. Понятно, что мы сейчас стремимся как можно больше найти для вас объектов в хорошую цену, так, чтобы они были жилые, и чтобы можно было зайти, сразу им пользоваться, чтобы не нужно было делать ремонт, потому что цены высокие, а сумма сертификатов на одного на двух человек совсем невелики. Поэтому, конечно, нужно стараться купить жилье уже готовое, но если приобретаете объект в предчастовой отделке, ну, конечно, все будут рассчитывать на какие-то собственные силы, чтобы его там дальше отремонтировать. Значит, обязательные условия – это договор купли-продажи и готовое жилье. Важный момент здесь нужно учесть, что при покупке через сертификат будет сложно рассматривать залоговые объекты. Сейчас на рынке Краснодарского края находится очень много, да и любого субъекта Российской Федерации находится много объектов, которые в залоге у банка. То есть ваш продавец его купил ранее, взял ипотеку, сейчас по какой-то причине хочет этот объект продать, а ипотека еще не погашена, это называется залоговый объект. Так вот, по такому сертификату такой залоговый объект с обременением банка мы купить с вами не сможем. Нужно будет либо искать такого продавца, который своими деньгами, своими силами может погасить это обременение, погасить свой долг перед банком. Ну, такие продавцы встречаются крайне редко, но они есть. Либо вы какими-то усилиями, собственными средствами можете ему помочь это сделать, а потом за сумму сертификата уже приобрести объект. Либо компания, которая с вами работает, будет помогать вам в осуществлении вот такой сделки. Но в целом, предупреждаю, что если вы сделку проводите самостоятельно, и у вашего продавца объект находится в залоге у банка, то, безусловно, нужно найти способ либо это обременение погасить, либо отказаться от такой сделки, потому что самостоятельно вы ее... Ну, это юридически просто невозможно. Что касается, где же приобретать объекты недвижимости. Сегодня было, ну, порядка восьми звонков с утра, и до обеда от сертификатчиков, буду так называть людей, которыми вы дали сертификат, и так мы привыкли, что предлагают жилье на крыше и где-то в подвале. Речь, скорее всего, идет о цоколях и о мансардных этажах. Да, такое место имеет быть, потому что сложно предложить какие-то более интересные варианты в новом жилье. Поэтому вот ищем, стараемся, копаем, перекапываем весь город Краснодар на предмет пятиэтажных домов, где же можно двух-трехэтажных, ну, полноценных обычных домов, где же можно найти для вас вот эти вот варианты жилья. Ну, понятно, что запросов много, а объектов такой бюджет мало. Поэтому есть такие, да, такое жилье на мансарда, либо цоколь. Мы их принципиально стараемся не продавать, но если предлагают вам, вы уже сами смотрите на свой страх и риск, насколько это вам может подойти. В целом, пока еще есть что копать по городу Краснодару, по близлежащему окружению города Краснодара, чтобы в эти деньги приобрести, если не квартиру, то, возможно, какой-то маленький домик, да, если, ну, в новом доме однозначно нет, мы квартиру не купим, но в домах более старшего года постройки, ну, безусловно, что-то еще пока поискать можно. Где же нам будет все-таки тяжело, вам будет тяжело жить в городе Краснодаре? Ну, наши любимые районы, такие как музыкальные районы, российский поселок, не хочу ими кошмарить, в каждом районе есть, ну, не самые благоприятные места, не самые благополучные дома. Их просто нужно знать и стараться обходить стороной, чтобы потом не столкнуться с теми же проблемами, которые были у собственника в этом доме. По большому счету, в любом месте города Краснодара может появиться, найтись квартира, которая вам подходит. Вот, конечно, я очень хочу, чтобы все вели в центре, как можно ближе к центру, но, к сожалению, этих квартир маленькие бюджеты в центре и в максимально близких районах, рядом с трамваями, но вы понимаете, их нет. Поэтому, если задача будет стоять приобрести жилье именно в Краснодаре, то здесь нужно будет отталкиваться, ну, в общем-то, от потребности каждого. Да, кому-то ближе школа, кому-то садик, не настолько важен трамвай, но нужен ремонт, и вот мы все воедино собираем, всю вашу ситуацию, и риэлтор уже тогда может предложить те или иные районы порекомендовать от запроса. Что касается того же российского поселка, безусловно, будут люди, которые там будут покупать жилье, и, скорее всего, будет сделан выбор просто в большую площадь, потому что в этих районах можно приобрести жилье в большей площади, если состав семьи нуждается в большей площади за меньшие деньги и в более свежих домах, потому что районы относительно новые, чем в каких-то других, более комфортных, удобных для проживания районах города. Такая особенность есть. Вокруг города много, ну, поселков, так будем говорить, которые входят в муниципальное образование город Краснодар, такие как Березовый, Белозерный, Южный, Краснодарский, Индустриальный. Там тоже есть жилье, которое можно рассматривать, и по время пути, если вы будете добираться на работу, оно будет примерно везде одинаковое. С гидростроем мы с вами едем, со Знаменского поселка мы с вами едем, в центр Краснодара, да, там с Южного. Южный, кстати, это Деньской район, уже к городу не относится, но не важно Краснодарский край. То есть вот если брать какую-то вот такую периферию Краснодара и рассматривать до центра Краснодара добираться, везде нужно рассчитывать час-полтора времени. С трамваем, конечно, это будет несколько быстрее, но не в два-три раза, так чтобы, опа, и скоростной такой прилетел. Нет, это все равно будет от 40 минут до часа. Так, по этим моментам проговорила. Дальше прошу учитывать следующий момент при выборе жилья, что если не принципиально Краснодар каждый день на работу, может быть, кто-то планирует искать работу удаленной, или работаете уже удаленной, и в Краснодар каждый день не нужно ездить, либо, может быть, планируете сельским хозяйством каким-то заняться, или же на пенсию уже там, да, вот выходите, и пока с работы или вышли пенсионеры, не планируете работать прямо вот сразу же в ближайшее время, можно рассматривать всегда близлежащие станицы, до 50 километров в радиусе от Краснодара. Это благоустроенные станицы, это фактически маленькие городки, потому что численность населений многих из них, по сути, от 10 тысяч до 50 тысяч населения. Это вот такой полноценный небольшой город, там есть все свое, и несколько школ, там 2, 3, 4, такое же количество детских садов, если мы про детей говорим, кружки, секции, все это там. В некоторых направлениях ездят снедорожные ветки, поэтому можно, естественно, электричку добираться до города, электрички, либо на ласточке, но в целом многие, кто проживают в этих населенных пунктах, работают в городе Краснодаре. Мы не сейчас кинулись в эти станицы, мы с ними работаем на протяжении уже многих лет, потому что наша компания нацелена на работу именно с переезжающими, у меня так и называется канал «Переезд в Краснодар», в Краснодарский край, потому что все, кто запрашивают варианты переезда сюда, это наши клиенты, наши покупатели, которые едут из Сибири, с Дальнего Востока, с Забайкальского края, в общем, вот все, кто далеко, и вот честно говорю, что большинство запросов идет именно на Краснодарский край, в радиусе от Краснодара, поэтому там благоустроено место для жизни, и если в альтернативу квартиры, или вы привыкли, возможно, жить на земле, да, у себя дома, и хочется все-таки рассмотреть домик, такие варианты есть, и в бюджете 2,5 миллиона, и 2,7 миллиона, и там 3,5, до 4, до 5, ну, самая болезненная у нас сейчас, вот, реализация сертификатов, это 2,750 и 3,500, вот здесь, да, все, что там выше 4, уже немножко полегче, и в городе можно, конечно, квартиры поискать, и, соответственно, в станицах тоже какие-то домики приличные попадаются, вот, поэтому, друзья, если рассматриваете жилье на земле, то, в целом, есть вам, что предложить, и в удобных станицах именно Краснодарского края, рядом с городом Краснодара, поэтому, что на пенсию выходить удобно, да, иметь домик и жить на земле в благоустроенном доме, это не значит, что если дом в станице в этот бюджет, он без газа, без воды, без ничего, это благоустроенные дома с канализацией, с газом, с водой, со светом, вот с санузлом, заходите и живите, евроремонтов, безусловно, там не будет, но для проживания домик вполне себе будет соответствовать. Про объекты еще момент важный всплыл, да, какой объект нельзя приобретать, если объект у нас подлежит сносу, или объект считается аварийным, вот такое жилье нельзя приобретать ни в коем случае, потому что по нему оплата по сертификату проходить не будет, я к этому еще вернусь и еще раз повторюсь, значит, все же, что рекомендую рассматривать, ну, безусловно, квартира в городе Краснодаре для тех, кто будет искать работу прямо вот в Краснодаре, это будет самое удобное. Что касается работы в станицах, безусловно, она там тоже есть, и если учесть, что станицы большие, то работа там, кто хочет работу, он, конечно, ее найдет, и не надо ездить в Краснодар каждый день. Повторюсь по поводу станиц, что есть направление, где железнодорожные ветки, и можно добираться без машины, беспробочно до города, и, соответственно, здесь работать и дальше уезжать. Ну и в целом станицы, они оснащены всей необходимой инфраструктурой, сады, сады, школы, для детей вся инфраструктура, далее это больница, поликлиника, либо амбулатория, как бы стационарные врачи все имеются, ну, соответственно, там почта, МФЦ, нотариусы, в общем, все, магазины, пятерочки, магниты, все, что это нужно, все есть. Ну и какой-то досуг там в виде сквера небольшого парка тоже всегда присутствует. Поэтому точно знаем, что, ну, практически в любой бюджет сможем помочь реализовать запрос и приобрести тот объект недвижимости, который будет нужен именно вам. Подглядываю все время в шпаргалку, чтобы ничего не упустить, потому что хочется максимально, максимально вам рассказать. Двигаемся дальше. Что касается непосредственно самого договора купли-продажи. Вот вы выбрали объект, и, безусловно, каждый продавец будет хотеть получить от вас задаток, да, до того, как мы выйдем на сделку. Ну, понятно, что у большинства, из того, что я слышу сейчас, о собственных денежных средствах не имеется для того, чтобы дать такую предоплату продавцу. Поэтому говорю всем о том, что будем решать на месте, да. А либо объяснять продавцу, либо выводить вас сразу на сделку, либо своими деньгами авансировать объект продавцу. Ну, в общем, какой-то выход будем искать. Безвыходных ситуаций не существует. Мы для себя, как компания, приняли решение, что комиссия будет браться не с покупателя, не с вас, вашими личными деньгами, да, ничего не нужно искать, чтобы с нами рассчитываться. Мы будем стараться вложиться в сумму сертификата и комиссию вот эту вот получать, договариваться со стороны продавца уже после регистрации сделки. А вам со своей стороны стараться максимально помочь, сделать так, чтобы закрепиться на объекте с продавцом, пока там что-то готовится, ну, чтобы он не отказался продавать именно вам. Что касается самого договора купли-продажи, важные моменты. У вас на сайте, да, вот где вы там всю информацию читаете по сертификатам, есть образец договора купли-продажи. Мне было важно сегодня разобраться и понять, да, насколько мы должны прям 100% придерживаться этого договора. Нам пояснили в управлении, что мы не обязаны придерживаться этого договора прямо вот попунктно. Это образец, такой шаблон вот для вас, кто решил приобрести объект недвижимости сам. Поэтому для управления, перечисляющего денежные средства, важно, чтобы договор был законный, чтобы он прошел регистрацию в Росреестре. Вы получили право собственности, выписку ЕГРН о том, что вы собственник. В какой форме будет договор попунктно с тем, что написано у них, это совершенно не обязательно. Отклоняться вправо-влево, соблюдая основные условия договора, мы имеем полное право. Единственное принципиальное условие, что объект не должен находиться в залоге у продавца, то есть право залога у продавца не возникает, несмотря на то, что денежные средства еще ему не перечислены. И второй важный момент, мы должны прописать, правильно прописать весь порядок расчета по сертификату, что денежные средства откуда-куда и кому поступают, и на какой расчетный счет. Вот этот момент. Поэтому шаблон остается шаблоном, но мы от него можем вправо-влево немного отклоняться и работать по своим шаблонам, которые для нас стандартны, которые мы уже выверили, которые прошли огромное количество регистраций, ну и в общем ждут новых сделок. Что касается самой регистрации и перечисления денежных средств, это четвертый раздел моего сегодняшнего видео, поэтому поясняю следующие моменты здесь. Значит, срок регистрации по вашей сделке у нас будет 7 рабочих дней, но в связи с тем, что у нас что-то в последнее время немножко сбоит рост реестр в связи с техническим обновлением, у нас получается порядка 10, даже 12 дней на получение документов из МФЦ. Далее мы должны эти документы вы взять и отвезти их, сдать на оплату, написать заявление, предоставить там тот перечень документов, который тоже указан у вас в памятке и на сайте. Мы тоже это все знаем. И вы знаете, потому что читаете свою памятку. Далее взяли с собой, заранее подписали у собственника согласие на обработку персональных данных. Форма этого согласия, она также висит на сайте. И, собственно, этот пакет документов везете на оплату. Далее управление проводит, ну, юридическую, я думаю, экспертизу этих документов и принимает решение о зачислении денежных средств на расчетный счет продавца. Состою в нескольких рабочих чатах, нескольких, не то что рабочих чатах, а в нескольких чатах, вот где жители Херсона что-то обсуждают, там, какой-то ситуации свои, да. И много читаю, что информацию какую-то закидываю, что социальные службы или какие-то экспертные комиссии будут выходить и оценивать качество жилья. Я не знаю, по какой причине, по вашим сертификатам должно такое произойти. За всю практику работы с огромным количеством сертификатов никто никогда никуда не выходил. Поэтому качество жилья оценивайте только вы сами. Задача управления при перечислении денежных средств А. Понять, что сделка законна. Они это понимают по наличию регистрационных документов, которые вы получили из Росреестра. И Б. Что их волнует, это что ваш объект не является объектом под снос либо аварийным. Это они проверяют по своим внутренним реестрам. Внутреннее состояние квартиры никто к вам приезжать не будет смотреть. Есть там обои поклеенные или нет там обоев. Красивые они или не очень. Потерся линолеумы. Или, ну, в общем, вот таких бредовых моментов, безусловно, не будет. Некому и некогда. Главное, бегайте, проверять внутреннее состояние объекта. Государство предоставило денежные средства, наделило вас правом приобретения с использованием этих федеральных и краевых денег. Вы приобретаете, что вы приобрели, в каком состоянии вы приобрели, в каком месте города, вообще это никого не волнует. Главное, чтобы это был Краснодарский край, жилье не было аварийным, не жильем под снос. В целом было куплено по договору купли-продажи, и у вас были документы, подтверждающие право собственности и договор купли-продажи. Все. На этом основании будет приниматься решение о перечислении денежных средств. А, ну да, и наша норма площади должна быть соблюдена. Помните, в самом начале рассказывала про то, как мы считаем с вами норму площади. Ну вот, собственно, и все. После того, как вы сдали документы на оплату, нам пояснили, что в течение 10 дней рабочих, ну поэтому 2 недели где-то беру здесь, должны деньги поступить на расчетный счет продавца. Когда ваши продавцы будут спрашивать, через сколько они получат денежные средства по сертификату, ну можете говорить, что обещают в течение 2 недель, не более. Как правило, это может произойти и быстрее. Но я всегда за то, чтобы подольше, да, вот сориентировать собственника, и пускай они лучше придут быстрее, эти денежные средства. Пока в практике, к сожалению, денег, прихода нет. Вот начну сейчас первые приходить, я запишу дополнительное видео по практике, скажу, как это все было, через сколько деньги пришли, что мы писали, где мы с какими еще подводными камнями столкнулись, потому что пока еще сертификатов, которые деньги эти получили, которые продавцам пришли, к сожалению, пока в работе нет. Вот завтра в работу уходят первые на подборы. В целом могу вот подытожить, да, по сроку регистрации получается так, что один месяц у нас будет уходить на оформление вот всех этих документов, чтобы ваш продавец получил денежные средства, ну и дальше уже вы могли переезжать. Вопрос по сроку переезда и сроку освобождения объекта недвижимости также очень популярен у меня в соцсетях. Вот смотрите, сделка и переезд, освобождение объекта недвижимости, это две разные штуки, потому что ваш продавец, может быть, он тоже покупает себе что-то взамен, и это что-нибудь нужно найти. Возможно, он купил, будет покупать свой объект у человека, которому тоже нужно что-то найти взамен. И вот эта цепочка вся, она должна сложиться. Поэтому очень важный момент, друзья, для вас, прямо выяснять, уж особенно если вы ищете сами, все вот эти манипуляции, сроки переезда конечной цепочки. Если вы работаете с агентом, и ваш агент правильный, он понимает вообще всю схему сделки, и ему не все равно, что главное купил, деньги от вас получил, а когда вы там переедете, когда заедете, это уже неважно. Вот я вам рекомендую найти именно такого агента, который будет с вами до конца, до даты вашего переезда, и прямо за руку везде проведет, и вы получите с ним вместе ключи, и вам не скажут, что ну сидите, ждите, сами разбирайтесь с продавцем, хороший агент так сделать не может. Напомню, что на рынке Краснодарского края у нас много хороших риэлторов, и я уверена, что каждый своего найдет. Ну что, вроде по всем пунктам, которые для себя вот тут отметила, их у меня было 4, что такое сертификат, какой объект мы должны с вами приобрести, и где бы я рекомендовала вам его приобрести. По договору купли-продажи некоторые ремарки я вам дала для понимания, ну и срок регистрации и перечисления денежных средств, и сроки вроде бы все вот здесь вам рассказала, описала. Это пока такая вот исходная информация, вводные данные, потому что понимаю, что вот первые сертификаты на прошлой неделе ушли, и сейчас к нам эти все запросы обращаются. И вот кто еще в подвешенном состоянии непониманий, вы пишите, задавайте вопросы внизу, вот именно на это видео, на эти комментарии буду стараться отвечать лично, и юристы нашего подключены дополнительно, ну достаточно оперативно, потому что понимаем, что вам сложно и негде взять актуальную информацию, а все читают все по-разному. Ну что, друзья, надеюсь, было полезно вам ставки, такие видео, да, по сертификату, который сейчас получают жители Херсона. Если полезно, ставьте лайк, мне будет приятно. Ваши комментарии жду, и вопросы задавайте, не стесняйтесь тем, чем можем. Безусловно, сейчас будем стараться оперативно помогать в первую очередь вам. Подписывайтесь на наш канал. С вами я, Екатерина Романенко, Центр недвижимости «Компромисс».